Поддержка программы «Особое мнение» Кировский кирпичный завод. Фундаментальный взгляд на строительство. Главное в строительстве. Надёжные поставщики. Каждая сэкономленная минута – это критерий качества нашей работы. Кировский кирпичный завод. Верный и ответственный партнёр на пути к вашей цели. Киров, Луганская, 59. Телефон 761-500. Особое мнение на 101FM 13.06 в Кирове. Начинается программа «Особое мнение». В студии Анна Лапшина и мой сегодняшний гость Олег Ткачёв, руководитель Центра поддержки некоммерческих организаций, член Общественной палаты Кировской области. Добрый день. Добрый день. Олег, честно, планировала начинать с другой темы. С подготовки к гражданскому форуму Кировской области, 7-му гражданскому форуму. Там много интересного. Там ожидается презентация такой довольно интересной модели работы некоммерческих организаций, благотворительных фондов, с благотворителями, с донорами так называемыми. Но немножечко придётся нам перестраивать эфир всё-таки, поскольку последняя новость, как мне кажется, достаточно важная. Вот сейчас сообщает РИА новость о том, что Государственная Дума приняла поправку, согласно которой иностранные средства массовой информации, получающие финансирование за рубежа, может признаваться в России иностранным агентом. И, насколько я понимаю, пока подробностей нет, но из вчерашних совершенно разноплановых сообщений было сказано, что статус иноагента будет накладываться на средства массовой информации примерно так же, как на некоммерческие организации до этого. Я бы хотела понимать, чем вообще средства массовой информации это грозит, какие ограничения статус иностранного агента накладывает на некоммерческие организации и, видимо, будет накладывать на СМИ. И ещё хотелось бы понимать, всё-таки это касается только зарубежного финансирования и зарубежных СМИ, например, или НКО, или это будет касаться и тех организаций, которые частично получают какое-то финансирование? — Ну, смотрите, тут вот новая инициатива про средства массовой информации — это инициатива про средства массовой информации. То есть я понимаю, что проводят аналогию с некоммерческими организациями. — Ну, вчера много об этом говорилось, да. — По некоммерческим организациям — это поправки в закон о некоммерческих организациях. То есть они уже там, они в законе о некоммерческих организациях. А средства массовой информации действуют немножко по другому закону, в который могут быть внесены аналогичные поправки, но все-таки это будут немножко другие поправки в другой закон федеральный. Ну, это понятно, конечно, да. Насколько они будут, нормы описанные в двух разных законах, близки друг к другу, это вопрос. Пока не увидим конкретных формулировок, как это будет написано. То есть с точностью сказать нельзя. Вместе с тем, как это работает в некоммерческих организациях. По сути говоря, ограничения есть, но они такие, больше смысловые на данный момент. По сути говоря, если присутствуют в деятельности организации два признака, всего лишь необходимо два признака. Какие? Это первое, наличие иностранного финансирования, причем объем не уточняется. То есть это может быть 10 долларов от какой-нибудь сердобольной бабушки? Да. 300 рублей, пришедшие от гражданина Казахстана через сайт общественной организации в качестве благотворительного пожертвования. Если это будет проведено, зафиксировано, что есть поступление из зарубежного источника, неважно на какие цели, неважно как, будет ли это какая-то предпринимательская сделка или пожертвование, неважно. Просто иностранный источник. Это первый признак. И второй признак – это то, что организация занимается политической деятельностью. Судебная практика вот этих лет действия этой нормы показалась, что политической деятельностью у нас признается любая общественная деятельность. То есть в том числе деятельность по формированию общественного мнения. Например, в Фейсбуке на личной странице. Или нет? И такие примеры тоже есть, когда личные высказывания в социальных сетях руководителей организации. Суд признавал, что это политическая деятельность организации, так как руководитель организации на своей личной странице формирует общественное мнение по каким-то вопросам. То есть если руководитель, вот прям конкретизируем, если руководитель благотворительного фонда, занимающегося сбором средств на лечение, ну, допустим, там, не знаю, больных каких-то, да, людей, ну, заболевших, да, тех, кому необходима операция, у себя на страничке в социальной сети выкладывает информацию о том, или там личное мнение, что наша медицина работает не совсем так, как хотелось бы, да, что вот это, вот это, вот это не устраивает, это тоже может быть трактовано как политическая деятельность. Да, трактовано, и такие примеры есть, вот сомнительности, вот привязки деятельности организации к публичным высказываниям руководителей. То есть сложившаяся практика, она работает, да, примерно так. То есть, вот трактовалось, что если вот ваша организация оказывает там какие-то услуги и ни разу там на публику никак не пыталась оценивать деятельность органов государственной власти, не пыталась формировать там какое-то общественное мнение по любым вопросам там деятельности, то, ну, может быть, там мы признаем, что политической деятельности там не было политической составляющей. Причем вот это вот признание там то, что организация занимается политической деятельностью и факт приема иностранных денег, они обычно не связаны друг с другом. Ну, то есть это никак не взаимоувязывается, что вот политическая деятельность и формирование какого-то мнения произошло в результате конкретного там платежа. То есть не требуется доказательство этого, это просто два разных факта из жизни, если вот они совпадают, то организация может быть признана. Хорошо, какие ограничения накладывает статус иностранного агента, ну, помимо тех ограничений, которые существуют по отчетности, да, как минимум это, мне кажется, негативное общественное мнение, да? Ну, в законе не написано, что вы обязаны нести издержки по негативному общественному мнению. Это обязанность во всех публикуемых материалах, во всех выступлениях указывать, что организация является, осуществляет функции иностранного агента. И это возмутительно в том плане, что люди сами, представители организации там в любом публичном выступлении или там в любых раздаваемых материалах должны себя самооговаривать, что мы являемся иностранными агентами. Защитники такого подхода говорят, а что тут такого? Ну, вот напишите эту фразу, что являетесь иностранными агентами, вот повесьте себе там звезду на грудь и ходите с ней. Промаркируйте себя просто. А когда и внутренне, и по убеждениям люди не согласны с такой позицией, они не считают себя агентами каких-то там иностранных держав. То есть, когда они принимают самостоятельные решения, когда они действительно болеют за то дело, которым занимаются, бывают смешные ситуации, когда достаточно умные люди, востребованные эксперты участвуют в работе совещательных органов с теми же органами государственной власти. И более того, когда органы государственной власти обращаются к этим специалистам, к этим экспертам за экспертной консультационной помощью, просят разработать какие-то документы, выдать рекомендации. И потом судом признается, что так как вы по заказу такого-то министерства выдали им набор рекомендаций, это и есть ваша политическая деятельность, то есть деятельность, направленная на изменение политики государства в чем-то. То есть вы повоздействовали на министерство по их просьбе. То есть вы теперь иностранный агент. Да, и вот мы считаем, что вы занимались политической деятельностью по их просьбе. То есть получается так, что государство этим организациям заказывает какие-то разработки, принимает эти разработки, говорят большое спасибо, вы нам тут подсказали очень много нужных правильных вещей, а потом за это же самое признаются, что вы тут оказывается занимались политической деятельностью, и так как у вас найдена какая-то сумма поступлений из-за рубежа, совсем по другому поводу, вам необходимо встать в реестр иностранных агентов. А если вы этого не сделали самостоятельно, то вот вам еще и штраф достаточно большие. Вот так это примерно работает. Я, честно говоря, не могу себе представить, как это будет работать со СМИ, потому что вообще-то функция СМИ заключается в том, чтобы оценивать окружающую действительность, где-то ее критиковать, где-то, может быть, хвалить, но тем не менее это явно может быть трактовано как политическая деятельность. Я думаю, что со СМИ это будет открытым текстом, то есть все СМИ надо почти автоматом записывать в иностранные агенты, потому что структура доходов, расходов, средств массовой информации, мы понимаем, что это в основном реклама. Это сложная система, да. Да, это сложная система, зачастую основана на рекламе, а рекламные бюджеты, то есть там, если посмотреть, то так или иначе, там есть иностранные деньги. И, в принципе, любое средство массовой информации, один признак формирования общественного мнения, оно есть в любом случае, то есть публичное высказывание, редакционная политика. И иностранные деньги очень легко найти, особенно в средствах массовой информации. Даже на Первом канале вы писали у себя на страничке в Фейсбуке. А я думаю, что Первый канал должен быть самым первым получателем статуса иностранный агент, потому что большинство бюджета Первого канала это рекламное поступление транснациональных корпораций, которое формирует общественное мнение в Российской Федерации. Ну, вот я пока не могу сказать, что будет с Первым каналом, поскольку пока непонятно, о каких конкретных изданиях или телеканалах будет идти речь. Говорится, что решение о присвоении статуса иностранного агента будет принимать Минюст. Изначально говорилось, естественно, о тех средствах массовой информации, которые финансируются из-за рубежа полностью или достаточно весомо. То есть это иностранные средства массовой информации, там Deutsche Welle, по-моему, Радио Свобода, что-то еще. Я бы сказал, что те средства массовой информации, в официальных учредителях которых числятся иностранные граждане и иностранная организация. Но я напомню, что у нас менялся закон, и, по-моему, 20% только может быть в собственности у иностранного гражданина акций того или иного средства массовой информации юридического лица. Хорошо, мы от этой темы немножечко отходим. И еще одна федеральная тема, которую хотелось бы тоже обсудить, прежде чем мы перейдем к нашим кировским темам, это тема ролика, который был записан недавно, активно обсуждается последние два дня, опять же, в социальных сетях, в интернете. Я думаю, что уже многие эфирные СМИ его обсуждают, ролик с песней, клип, песни про Родину и дядю Вову. Но это мы сделаем чуть позже, после небольшой паузы. Особое мнение на 101FM Особое мнение продолжается в студии нашей Олег Ткачев, руководитель Центра поддержки некоммерческих организаций, член Общественной палаты Кировской области. Олег, добрый день еще раз. Остановились на достаточно яркой федеральной теме, о которой сейчас, ну я не знаю, наверное, и не сообщили. Может быть, федеральные каналы о ней не сообщили. Тем не менее, тема обсуждается живо в социальных сетях, обсуждает ее на сайтах СМИ, в интернете. Вот. Депутат Государственной Думы собрала школьников в Волгограде и записала с ними песню. Песня достаточно такого, ну, незамысловатого содержания. Если главный командир позовет в последний бой, да, мы ему ответим, дядя Вова, вы с тобой. Ну вот Олег сейчас клип смотрел у нас буквально накануне эфира, да, как-то получилось так, что вчера вы его не видели. Честно говоря, мнения, конечно, разные, вот. Но сводится во многом к тому, что, во-первых, использовать детей в политической деятельности гнусно, да, и когда это делает депутат Государственной Думы, это особенно, наверное, гнусно, и гнусно вдвойне, вот. Потому что, когда мы говорили, обсуждали Алексея Навального, да, помнится там, во всяком случае, официальная позиция была такая, нельзя использовать детей. Ну, на самом деле, вот использование детей, это не какое-то новое такое ноу-хау. То есть, если мы посмотрим в историю, очень многие государства использовали в качестве, использовали мощные инструменты агитации пропаганды, рассчитанные именно на детей, для того, чтобы сформировать там целое поколение там верных, там, своей идеологии и своим лидерам, там, сограждан. Но, вот, если мы посмотрим на эти исторические примеры, вот, мы что-то как-то, наверное, разочаруемся в результатах такого подхода, потому что, вот, большинство этих вот примеров, это такие какие-то вот очень отрицательные результаты. То есть, очень жалко детей, которым с детства промывают там мозги, предлагают участвовать там с благородными целями, может быть, там, там, с чем-то еще. Но, вот, в яркой, становиться на какую-то одну политическую сторону и защищать там, и персонифицировать вот свои политические позиции там в определенном лидере. Вот, очень жалко, потому что у детей мало пространства для выбора. То есть, они еще пока не самостоятельные граждане, они пока еще не выбрали. И очень подвержены влиянию. Они подвержены влиянию, да, их записали сюда. Вот, да, то, что они делают, вот, сильные аудиовизуальные произведения, они формируют общественное мнение, они формируют мировоззрение там и этих детей, и прочих детей. То есть, это такая там самовоспроизводящаяся система. Но по этой дороге очень далеко можно зайти. Это, конечно, очень неприятно, что манипулируют детьми для того, чтобы добиться там идеологической верности персонально лидерам страны. А если завтра будет другой лидер? Как дальше этим детям жить со своими предыдущими тезисами «Дядя Вова, мы с тобой». У нас есть вообще на самом деле примеры, когда тексты переписывались, песен. И не только песен, но и гимнов, может быть, перепишут. Тем более, что вот Николай Сванидзе, насколько я помню, говорит о том, что эта песня, она в некотором смысле переделанная, да, из некого музыкального произведения. Ну или это такой, не знаю, реприза, что ли, да, песни про Сталина. А вот в свое время была такая, и я ее, к счастью, не слышала. Вот. Но вопрос еще непосредственно к персонали, да, к женщине, которая повела детей записывать этот клип, да, депутата Анна Кувычко. В Волгограде это было все. Насколько я понимаю, изначально клип был выложен, видимо, на ее странице. Потом она его убрала, ну, видимо, была критика со стороны. Вообще, может ли депутат такое делать? Там, насколько мне помнится, после прослушивания, там были еще куплеты о том, что там и Аляску присоединены. Да, 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 совершенно верно. Если это деятельность депутата Государственной Думы и ее мнение как официального представителя государственной власти, вот, то это очень интересное мнение. Если она имеет отношение, ну, по крайней мере, она поддерживает тот текст, который... Который спела. Который спела вместе с детьми. Вот, то есть, ну, интересное мнение, там, депутаты Государственной Думы. Вот, замечательно. Просто последнее... А захватят штаты Соединенных Штатов Америки, да? Просто в последнее время появляются, и вот настораживает то, что вот больше женщин стало появляться в каких-то таких сомнительных патриотических инициативах, объявлять какие-то вещи вот традиционными нашим набором ценностей, не терпеть никаких возражений, никакого обсуждения, никакой критики там в этот адрес, и оправдывать все, это же ради патриотизма, ради страны, вот. Вот как-то очень настораживает. Женщины всегда были более мягки в суждениях и более сдержаны, там, в проявлениях каких-то эмоций. А когда женщины начинают впадать в истерику, это становится страшно. Вот когда истерика — это не просто какая-то такая домашне-бытовая, а политическая, вот, это становится страшно не только как бы за себя и за окружение, становится страшно вообще за страну. Женщины и дети в этом клипе, да, присутствуют. Ничего хорошего, на самом деле, конечно, я жду, чем закончится это все. Возможно, будет какая-то реакция со стороны государственной, думаю, может быть такое порицание, да, насчет Аляски и всего остального, по крайней мере, там, да, уж если не насчет использования детей в политических целях. Мы сейчас перейдем к кировским темам, ну, наверное, оттолкнемся от гражданского форума. Олег, вы один из соорганизаторов, как я понимаю, да? Значит, гражданский форум, напоминаю, у нас состоится с 23 по 25 ноября, это уже следующая неделя, он будет седьмым, проводится первый, по-моему, был в 2011 году, вот если мне не изменяет память, каждый год проводился. Тема этого форума нынче наставничество в разных сферах. И традиционно можно было предлагать свои темы, секции форума разным общественным организациям и гражданам. Насколько я понимаю, сейчас уже программа сформирована. Сейчас программа доформировывается, то есть буквально там сегодня-завтра мы ее опубликуем на сайте, чтобы люди могли посмотреть на список секций и принять для себя решение по участию в работе секций. На сайте форума или на сайте общественной палаты? На сайте общественной палаты будет ссылка на сайт форума, а на сайте форума там будет все более подробно. Сколько секций будет примерно? Вчера смотрели, было 19. Они будут так же идти, как было в прошлом году, то есть они параллельно друг с другом идут, ты не можешь там одновременно быть на двух сразу же, да? Получается, надо будет выбирать. Надо будет выбирать, но выбора будет чуть меньше, то есть сейчас секций будет чуть меньше, чем в прошлом году, то есть выбор будет проще. Хорошо. Тема наставничества. Давайте мы немножечко все-таки расширим, расшифруем, расскажем, что это, почему была выбрана, во-первых, и во-вторых, в каких, не знаю, там, отраслях наставничество возможно? Что будут разбирать? В разных, то есть, по сути, выбор основной темы форума, это такая попытка оценить через призму вот такого вот взгляда на традиционные те вещи, которые делаются, то есть посмотреть свежим взглядом через призму темы на любую гражданскую активность, любую общественную активность. Это и наставничество, и в защите прав граждан. То есть, а как, собственно говоря, а как создать систему, при которой люди могут защищать свои права? То есть, есть ли в этой сфере какие-то авторитеты, есть ли преемственность от более старых, мудрых, умных юристов, более молодым? То есть, как воспитать то поколение людей, которые будут помогать, профессионалы, которые будут помогать разобраться с юридическими аспектами? Это и наставничество в традиционном понимании, то есть, воспитание подрастающего поколения, то есть, различные формы. Детские клубы какие-то, да, работа с детьми, выпускниками детских домов, вот это вот все, с трудными подростками. Да, это весомая часть общественной жизни. Многие организации этим занимаются, и вот через призму темы наставничества попытаются друг с другом поговорить, что же в этой сфере есть, как улучшить. Ну и вообще, в принципе, наставничество, я так понимаю, как я для себя это укладываю, это тема преемственности между разными поколениями, каких-то принципов, подходов, тенденций в любой сфере. То есть, я вот не исключаю вариантов, что должно быть наставничество в сфере строительства дорог и контролю за ремонтом дорожного покрытия. Так, ну вот в сфере контроля я еще себе могу представить, когда более опытные общественники из рабочей группы по контролю за ремонтом дорог делятся с молодыми товарищами опытом. А вот с точки зрения строительства, как это все? Ну, извините, ведь в ВУЗы же есть специальные, где людей учат. Есть, есть. Так. Ну вот в том числе и это, да. То есть, про дороги тоже будете говорить? Ну, а куда без них? Понятно. Ладно, еще такой вопрос. Есть у нас одна минутка. Хотел спросить, будут ли на гражданском форуме иногородние эксперты, иногородние гости? Или все-таки вот наши общественники, там, да, гражданские активисты между собой как-то будут все обсуждать? Мы бы очень хотели, и пока все вроде складывается удачно, то есть, чтобы к нам приехал секретарь Общественной палаты Российской Федерации, члены Общественной палаты Российской Федерации, традиционно, кто к нам ездит, там, и по темам общественного контроля, там, по разным темам. Несколько человек будет в делегации. Да, несколько человек. Кроме этого, вот на тему, там, вы уже говорили про тему фондов местных сообществ и, там, формирование целевого капитала. Мы сейчас к этому перейдем, да, после рекламы. У нас тоже будут гости. Иногородние. Там, с успешным опытом, которые могут от себя рассказать о своем опыте. Что эти вещи существуют в России, работают реально, да, ими можно пользоваться. Олег Ткачев, руководитель Центра поддержки некоммерческих организаций, член Общественной палаты Кировской области у нас в эфире, напоминаю. Сделаем небольшую рекламную паузу и вернемся в студию. Особое мнение на 101FM. Олег Ткачев, руководитель Центра поддержки НКО, член Общественной палаты Кировской области у нас в эфире. Мы продолжаем говорить о гражданском форуме. И я знаю, что Олег готов рассказать нам, по крайней мере, об одной секции, которая будет. Секция посвящена созданию фондов целевого капитала. Зачем это нужно? Что это такое? Вот я сейчас попрошу рассказать более подробно. Я так понимаю, что презентовать будут успешный опыт российских регионов в том числе. Да, и какие-то такие базовые вещи рассказывать нашим общественникам. Для кого это? Так, ну, во-первых, это для нас всех. У нас, как у Центра поддержки НКО и у других наших коллег, ну, у нас в регионе, то есть есть коллеги-партнеры, с которыми мы давно сотрудничаем, которые тоже являются ресурсными центрами, помогающими некоммерческим организациям в тех или иных формах. Давайте, вот что такое ресурсный центр? Ну, ресурсный центр — это организация, которая помогает другим организациям. То есть то место, куда можно прийти и воспользоваться каким-то ресурсом. Информационным, техническим, то есть помощь в проведении мероприятия, консультационная помощь, юридическая, бухгалтерская и так далее. Но деньги они не распределяют? Если бы были деньги, то это было бы замечательно. Просто у нас в регионе традиционно денег нет. То есть было бы что распределять, мы бы были рады. Вот, собственно говоря, с коллегами обговорив, мы поняли, что готовы, в принципе, создать объединенный такой ресурсный центр для некоммерческих организаций. Но все упирается, опять же, в наличие ресурсов. То есть, и в первую очередь, ну, конечно, финансовый ресурс. Мы понимаем все сложности бюджета, то есть вот те формы государственной поддержки некоммерческих организаций, которые существуют, то есть есть федеральный уровень, есть региональный уровень, есть муниципальный уровень. Это мы о грантах сейчас говорим каких-то. Разные формы государственной поддержки, но, да, на слуху больше гранты. И если федеральная поддержка сейчас концентрирована в фонде президентских грантов, то есть у единого грант-оператора проводятся там конкурсы, ну, понятно, но это федеральная деятельность. А здесь на месте мы что можем сделать? Здесь на месте очень хотелось бы видеть некий региональный конкурс, конкурс инициатив, проектов некоммерческих организаций, чтобы они имели возможность, имели какое-то окно входа, куда можно будет прийти, предложить свою инициативу, и эта инициатива имела шанс быть профинансированной. Но мы понимаем, что на региональном уровне сейчас нет возможности бюджета выделять какие-то... Значительные средства. Ну, значительные, незначительные, то есть можно начинать из конкурса мини-грантов, это не так дорого. То есть после обсуждения в том числе с правительством мы поняли, что сложно с бюджетом, денег нет. Ну, хорошо, то есть мы не будем сидеть на месте, мы будем искать возможности, как можно решить эту проблему. Ну и вот, собственно говоря, мы обращаемся к опыту других организаций, а как в других регионах. То есть оказывается, да, есть такой опыт, и в принципе речь идет о том, что в одной организации концентрировать финансовые средства, там, организации бизнеса, но на условиях, что это не... это средства, они не тратятся навсегда. Так, давайте вот, давайте прямо по ступенькам объясняем, да. Есть некая организация, она официально работающая, она создана по российским законам, у этой организации есть право привлекать средства бизнеса, аккумулировать их, и потом вот из этих средств поддерживать какие-то проекты других некоммерческих организаций. То есть это вот такой ресурсный центр, да, но только распределяет в том числе материальные ресурсы. Да, это финансовая основа для ресурсного центра. По сути говоря, эта технология называется фонд местного сообщества. Когда местное сообщество наполняет фонд финансовыми ресурсами, и средства этого фонда финансируются проекты, программы, которые интересны местному сообществу, то есть нашему региону. Конкретно в нашем регионе деньги будут распределяться, то есть не куда-то там уходить. И есть юридическая основа для такого поведения, чтобы это было не просто как простой благотворительный фонд. То есть можно собирать деньги как благотворительное пожертвование, но благотворительное пожертвование как таковое, оно делается с определенной целью. То есть если дали деньги на операцию ребенку, то эти деньги можно истратить только на операцию и только этому ребенку. То есть если назначение у жертвователя такое. То есть в тот момент, когда ты собираешь деньги, если это не на операцию конкретному ребенку, а на какие-то проекты, которые будут еще в будущем направлены на инициативу сообществ, с этим сложно. Да, с этим сложно. И вот хотелось бы некий элемент финансовой устойчивости, когда деньги не просто там собирать и тратить, там с колес, что называется, а закладывать фундамент на будущей деятельности. То есть придавать всему этому стабильность. То есть не тратить деньги, а размещать их у операторов, которые имеют лицензию и прочее, чтобы всю гуманитарную деятельность вести только с дивидендов, от вложенных средств. Вот, по сути говоря, модель. Это называется целевым капиталом. У нас российское законодательство, есть отдельный федеральный закон, который позволяет создавать целевые капиталы при некоммерческих организациях. Там есть ряд условий, так, чтобы был контроль со стороны государства, так, чтобы была надежность, так, чтобы потенциальные жертвователи или там в этот фонд, ну, чтобы их интересы не пострадали. И это средство, они продолжают считаться средствами тех людей, которые их дали. То есть, и, в принципе, они их даже могут отозвать. Но без процентов или там дивидендов, которые заработаны, да? Да, да, да. За счет этих денег. То есть, это как бы непротрачиваемое средство. Это вот тот, как бы, железный капитал, который работает, и на процент из которого, на доход из которого, можно вести различную гуманитарную деятельность. И такие фонды в России есть. И такие фонды в России есть. И руководители одного из них? Из города Пензы, там, фонд «Гражданский союз», Олега Шрибкова, мы приглашаем вместе там с его коллегой, с предпринимателем, который там свои личные деньги пожертвовал. То есть, мы приглашаем их, чтобы они нам рассказали просто о своем опыте. Как это работает в Пензе. Как это работает в Пензе. И как это работает, ну, скажем так, в среднестатистическом, не очень богатом регионе. Мы бы хотели к этому разговору, то есть, на гражданском форуме пригласить именно предпринимательское сообщество. Потому что там живые предприниматели будут рассказывать, а почему им это надо, почему им это важно, и почему вот именно такую технологию они считают разумной, справедливой и защищенной там. С какой степенью защищенности? Ну, вот расскажут. Хорошо. Я буквально вот на минуточку хочу сказать. Я прямо вот, готовясь к эфиру, смотрела и читала информацию о подобной, наверное, организации, очень похожей. Это Chicago Community Trust, точно так же общественный фонд, который работает более ста лет. Более ста лет. Вот в Чикаго, когда мы были недавно, нас, значит, знакомили с его деятельностью, я должна сказать, у них капитализация фонда почти 3 миллиарда долларов. Ежегодно они собирают денег около 300 миллионов. И понятно, что капитализация у них это не только живые деньги наличные, да, там что-то вложено в акции, что-то вложено в недвижимость, что-то вложено еще куда-то, все эти деньги работают. То есть в России примерно такая же история. Все эти деньги работают и потом направляются на инициативы жителей. Ну да, да, да. Если тяжело с бюджетом и нет прямой бюджетной помощи тем же самым некоммерческим организациям, то приходится искать какие-то другие варианты. И сейчас мы начинаем разговор с предпринимательским сообществом, каким образом это можно организовать. И вот среди вариантов, как это можно организовать, вот такая юридическая схема, она такая наиболее сберегающая, и наиболее разумная, где каждый там участник, который вложился, он может контролировать, что происходит с его средствами, он может определять тоже там приоритеты, направления развития и гуманитарных инициатив, что поддерживать, что не поддерживать. То есть имеет право голоса, условно говоря, сказать, на что могут отправить его деньги, а на что нет. Хорошо, Олег, давайте хотя бы с даты тогда обозначимся, если известно она уже, когда это будет. 24-го будет. Это будет 24-го ноября, во сколько? Первой половине дня, пока вот конкретное время еще не определили. То есть сейчас согласовываем, но скоро опубликуем на сайте гражданского форума. Хорошо, я напоминаю, что ссылка на него будет на сайте общественной палаты, АПКО43.ру. Что еще будет интересного на форуме? Я думаю, что самое интересное, это принесут с собой люди, то есть свои мнения. Мне самому интересно, с чем придут люди. То есть вот сам набор как бы секций, да, это интересно, но не так интересно. На самом деле, с каким настроением люди придут, с какими тезисами, как они будут оценивать, какие оценки давать. В нашем регионе произошло много интересных событий. У нас новый губернатор. Ох, у нас за год очень много произошло интересных событий. У нас много что поменялось. Вот с прошлого гражданского форума очень интересно оценить, очень интересно получить обратную связь от людей. То есть всех приглашаю просто прийти, высказать, найти единомышленников в плане работы форума те темы, которые больше нравятся, найти единомышленников, прийти с ними и принять участие в обсуждениях. Еще такой уточняющий вопрос. Главная тема — это наставничество, а не главное. То есть будут ли какие-то иные площадки? Да будут. То есть мы же не запрещаем и мы не ограничиваем там единственной темой. В принципе, мы сказали, что темы могут быть любые. Даже если вы никак не можете привязаться к наставничеству, предлагайте свои инициативы. И в принципе, мы пока еще ни одной инициативе не отказали. 19 секций? Да. 19 секций за три дня. Хорошо, я благодарю Олега Ткачева, руководителя Центра поддержки некоммерческих организаций, члена Общественной палаты Кировской области. Особое мнение на этом завершается. Олег, спасибо большое. Жаль, не успели обсудить еще несколько важных тем, но тем не менее, не в последний раз, как я думаю. До свидания. Особое мнение на 101FM Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok